За последние 4 года, как утверждают эксперты, экономика Украины достигла своего дна. По подсчетам европейских специалистов, 60% украинцев находятся за чертой бедности. Почему и чего нам ждать в ближайшем будущем, разбирался Александр Васильченко. За последние 4 года одной из главных проблем украинцев стал катастрофический рост цен. Резко подорожали все товары первой необходимости, продукты, коммуналка, транспорт. По статистике МВФ, инфляция за 4 года после 2013 составила 87%. Как утверждают экономисты, стоимость коммуслуги выросла в 5-10 раз. А вот средняя зарплата увеличилась в 2 раза. Но национальная валюта в то же время обесценилась более чем втрое. По официальным данным, в конце 2013 средняя плата труда составляла свыше 3,5 тысяч гривен. В нынешнем году этот показатель вырос практически до 7,5. Но в долларовом эквиваленте средний доход украинцев уменьшился с 450 долларов до 270. Ухудшились экономические позиции Украины и на мировой арене, утверждают эксперты. За последние 4 года произошел отток зарубежных инвестиций. Например, более 5 лет назад иностранцы вкладывали более 10 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель около полутора миллиардов. Чему не идут инвестиции? Зрозуміло, війна, відсутність реформ, коррупція. Це головні фактори, які стримують інвесторів приходу в Україну. Ще є два фактора. Зруйнована судова система. Замість судів на ванцину перешли бандити. Другого мнення политологи. Реформы є, і вони починають работать. Це отмечає даже международна общественность. Реформы проходять. Звучат як негативно, так і дуже багато позитивно з точки зрения со сторони международной общественности, на які ми, в принципі, в більшій степень ориентироваться, тому що понятно, що в оцінках українських, внутріукраїнських, більше довляєть політика. В свою очередь, експерты признають, що за останні годи економіка країни все ж немного подросла. На несколько процентов. При таких темпах країна може повернутися хоча б на уровень 2013-го. Минимум через несколько лет. Александр Васильченко, Вадим Свиридонов. Подробності – телеканал «Интер». Дякую за перегляд!